Здравствуйте, дорогие друзья! Снова недельная глава Мишпатим. И вы знаете, мы уже начинали с этого. Это глава о перевоплощениях, это глава о мистики, которая говорит нам за простыми законами о том, как в этот мир приходят, как уходят. Это и хорошо, и плохо для нас. Плохо, потому что если кто-то хочет безнаказанно оставить какие-то свои поступки, то, к сожалению, это не всегда удается. А хорошо, потому что всегда можно все исправить. Всегда в этой жизни, вы знаете, нет ничего случайного в этом мире. И все, с кем вы встречаетесь, с кем вы пересекаетесь, случайности какие-то встречи в автобусах, кого-то друга встретил через дед, ничего случайного нет. Это все подсказки, это какие-то вещи. Давайте я попробую рассказать короткую историю о Тари. Это Резаль, знаменитый каббалист. Была свадьба мудрецов Торы, один мудрец пригласил всех на свадьбу. Были почтенные люди очень. Они пришли, сели всех, когда жених благословил трапезу на хлеб, ему принесли большую красивую птицу, он ее разделал, каждому давал кусочек, потом взял себе по завершающей, косточку съел и подавился, и ушел из этого мира. Ну, казалось бы, что тут непонятно. Все понятно, несчастье. Резаль, все плакали, там нервничали, Резаль сидел очень спокойно и улыбался. Это был человек, напомню, который видел вчерашний прошлый мир, всегда видел все. Его спросили, подошли, говорят, я вам сейчас объясню все. Человек один был на земле очень праведным, великим человеком. Он прошел свой мир, пришел в следующий мир, ему практически без изъяна. Но есть одна проблема была. Однажды в шаббат другая душа, которая очень много скиталась по миру хаоса, ей было уже принято решение, что она перевоплощается в птицу, такое бывает. И она должна попасть на праздник или на шаббат на стол, над ней должны сказать благословение, и в этот момент душа освобождается и закончилось ее исправление. Этот мудрец слишком быстро спешил, ему когда резинки приснесли, он признал ее некошерной. И вот душа эта поднялась наверх. И она начала жаловаться, она говорит, что так и так, я все сделала, я уже должна была, но этот праведник, такой изъян у него в жизни был, что не позволил мне подняться, и теперь вот небесный суд, как ни странно, решил очень интересно, вы оба вернетесь на эту землю. Вот этот мудрец, который съел эту птицу, это вернувшаяся та душа, а душа вторая, которая была воплощена в птицу, воплощена была сегодня в эту птицу, которая наконец исправилась, съели, сказали браху и ушли. Видеть мы такое, разве можем в этом мире? Нет, мы видим начало и конец, только короткий, совсем вот такой короткий. Мы рассуждаем о мире со своей малюсенькой жизнью. Не обращая внимания на тех, кто будут после нас, перед нами, на тысячелетия какие-то. Люди были умнее нас, есть масса доказательств. Вот еще раз повторяю, знаменитая книга, вот это толкование Раши, которую сейчас изучают, она была для третьего класса написана, и они ее понимали, а у нас сейчас уже жизнь заканчивать люди не могут ее понять. Поэтому надо понимать, что мы отходим от духовности, от того родника, который был вначале, и не выдумывать, что количество компьютеров определяет наш ум. Все это немножко не так. Но тем не менее у нас есть надежда, надежда очень большая, потому что Бог, Он ничего не забывает. Да, Он не забывает плохого, но Он не забывает и хорошего. Да, Он не забывает, когда мы сталкиваемся, но мы это можем стереть. А хорошее мы не стереть не можем. Мы всегда каким-то раскаянием, добрыми какими-то делами, каким-то молитвой можем стереть то, что сделали не так. И обратите внимание, я все время говорю одно и то же. Вот просто вдумайтесь в это. При опросах, которые проводят крупнейшие компании, количество людей, которые верят в рай, примерно там, я не знаю, 45 примерно процентов, а которые в ад 15. Люди с удовольствием верят в хорошее, что вот если все их поступки будут вознаграждены, но верить в то, что будет какое-то наказание за плохое, они не хотят. Как это может быть? Если ты веришь в рай, ты должен верить в ад, иначе это смешно. Но человек может придумать себе иллюзорный мир и жить в этом мире, искать Бога в этом мире. А Бога там нет, и мира этого нет. А потом приходят следующие, и ему говорят, ты голый. Надо всегда помнить, что нам рассказывается о прошлом, о следующем мире, о предыдущем мире только для одного. Чтобы мы понимали, что душа ни одна не спускается в этот мир для одной жизни. Поэтому надо больше стараться делать что-то хорошее, больше радоваться, больше улыбаться. И радовать тех, кто рядом с тобой. Браховаться, лоха, всего самого-самого лучшего. Не буду вас загружать больше сегодня.